приветствую друзья мои сегодня я приступаю писать очередную картину на холсте размером 20 inch на 30 inch картина у меня будет зимний пейзаж по мотивам стихотворения александра сергеевича пушкина зимнее утро я давно хотел написать такую картину поэтому я в интернете подобрал такую хорошую фотографию которая мне понравилась зимний пейзаж и взять ее за основу я хочу сделать свою картину я предварительно хочу холст покрыть белым акрилом сделать белую имприматуру почему потому что здесь преобладает фотографии голубое небо и в основном белый цвет снега и деревьев покрытых снегом краска у меня акриловая apple barrel такая жестковатая она как раз для имприматуры очень хорошо подходит все я сделаю я покрою холст а затем начну писать масло крыло краска быстро высохнет а чтобы еще не ждать могу пеном подшушить и сразу же приступать к разметке пятен делать композицию и приступать писать 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 это видео будет интересно и естественно полезным для тех кто только когда начинает писать здесь ничего такого страшного нету пугаться нечего надо мне приступать браться и делать надо мне приступать браться и делать дыхать начинаем и вот это 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 Я не пытаюсь разгладить все, а просто, чтобы не остались комочки. Выискиваю, чтобы везде комочков не осталось. Пожалуй, все. Я покрыл полностью белой акриловой краской. Многие опытные художники делают имприматуру, независимо каким цветом, акриловой краской. Почему? Потому что акриловая краска, она отдает свет обратно. Когда под масляную краску проникает свет, и он от акриловой краски начинает отражаться. И картина, как говорят опытные художники, лучше при освещении, лучше светится, начинает сиять. Ну, посмотрим, по ходу дела. Как это получится, я просто поступил советам опытных художников, которых я люблю смотреть на ютубе и учиться у них. Таким образом, из цей колубых я решил небо покрыть подмалевку у неба и сделать из сериаленбул. Разбеленный сериаленбул, я им покрываю подмалевок у неба. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь будет лес, у меня еще. Используем измеренно зеленое и уображенное лес. И добавим, наверное, немного голубого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 растворитель компании studio тоже американского производства этот растворитель без запаха поэтому у меня если не появится запах от краски то у меня обычно запаха нет когда я пишу очень хороший растворитель вот из этих троих компонентов я составляю тройник ну как я уже сказал лак и масло я добавляю совсем малость где-то процентов по 10 а остальное растворитель ну чтобы быстрее просыхал и что быстрее писать лак тоже помогает быстрому сыханию но самый лучший ускоряющий это растворитель я растворитель уже составил то есть тройник составил сегодня использую новую кисть 12 размер китайского производства но кисть выглядит хорошим теперь мы его испробуем в работе волос не лезут надеюсь ей при работе тоже не будут вылазить вот я покрыл полностью тройником чтобы продолжать писать уже по обработанной поверхности до второго сеанса буду продолжать писать внука мне помогает пусть учится что-нибудь замажет используя вот такая моя помощница вот так она будет привыкать ну как получается ого давай 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 молодец умничка покрылся вот 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 Окей, thank you. Субтитры подогнал «Симон» 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 Лучше в одном видео Или разделить по частям Конец лирики Присываем Глебу как видите я стер краску прежнюю даем прям моторы чтобы она не пачкала таким образом будем менять траекторию речки используем для речки ультрамарин добавим белинца ультрамарин добавим белинца ультрамарин добавим белинца и и и Продолжение следует... 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 По-моему, и так Под голубыми небесами Великолепными коврами Блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес Дальний чернеет, И ель сквозь инеет зеленеет, И речка подальном блестит. Как вам? Получился у меня задуманный мой сюжет? Я вас прошу В комментариях дать оценку, Написать, какие у вас есть предложения, Что я здесь не учел, Чтобы я в дальнейшем мог еще лучше писать. Я буду только рад вашим подсказкам, Вашим замечаниям и вашей критике. Я положительно отношусь к критике, Так что я не буду обижаться. Пишите в комментариях. А я буду благодарен. Итак, с вами был Садридин. До свидания. Всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...